Уже полную хронологию событий в числе числа и месяца, не помню, отправила дежурная группа по указанию, заступили на смену, нас сразу отправили в областную больницу, где был туда помещен, точнее поступил на скорую помощь гражданин Спицын, в отношении которого, как нам сказала дежурная группа, было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24, так как он являлся водителем автомобиля, виновником ДТП, в котором пострадали люди. Прибыл на место, обнаружили на каталке данного гражданина, подошли к нему совместно с Кристофолей, не помню кто, то ли Кристофолей, то ли я, задали ему вопрос, является ли он данным гражданином Спицыным, он ответил утвердительно. Я попросил его предъявить документы удостояющей личности, он пояснил, что у него документов при себе нет никаких. Соответственно, возникла необходимость установить его личность, поэтому он согласовался с дежурной частью, с нашей дежурной группой. Мы предложили гражданину Спицыну проследовать отдел полиции в Октябрьске, номер один, для установления личности. Он ответил утвердительно, сел в наш патрульный автомобиль, и мы проследовали в отдел полиции. В отделе полиции при выходе из автомобиля я предложил гражданину Спицыну, точнее задал вопрос, имеются ли у него запрещенные к обороту вещества, предметы, как то оружие, колючие и режущие предметы. Он нецензурно выразился. Я объяснил ему, что сейчас буду производить осмотр его на предмет наличия данных запрещенных предметов. Он опять нецензурно грубой форме ответил. Соответственно, я предупредил его, что в его действиях усматривание повиновения и в случае дальнейшего сопротивления к нему в бунте поднимена физическая сила. Он не отреагировал. Один-два раза данное предупреждение было ему озвучено. Потом я взял за локоть руки, чтобы сопроводить в отдел полиции. Он начал вырываться, отталкивать меня. В результате к нему была примена физическая сила и спецсредства в виде наручников. Соответственно, он подогнул ноги, чтобы препятствовать сопровождению в отдел полиции и упал на асфальт. Кристофоли остался его удерживать, так как он пытался вырваться, пытался пнуть проходящих к нему прохожих. Кричал там, убивают, помогите. Хотя Кристофоли просто его удерживал, руки за спиной. Ну, я проследовал отдел полиции, чтобы установить возможность, как провести освидетельствование, ну и, соответственно, не освидетельствование, а установление личности. Ну и, соответственно, помощь кого-то, чтобы его занести туда в отдел полиции. У них имеется прибор по пилону для сканирования отпечатка пальцев и установления личности документального. Ну, пока я ходил, там, не знаю, что происходило на улице, но когда я вышел, ну, поправлюсь, ходили полиции, мне сказали, что гражданин Спицыни необходимо сопроводить отдел даткелоскопии, там, через дорогу. Ну, соответственно, мы начали его с Кристофоли вместе поднимать на ноги. Он подогнул ноги и всячески там дергался, вырывался. И когда, находясь рядом с автомобилем, не знаю, кому принадлежит, из руководства данный автомобиль, там, Рено, я в рапорте указывал, он вскочил на ноги и силой кнул заднюю правую дверь, то есть подгнув ее. Ну, соответственно, к нему опять была принимаемая физическая сила, он был расположен на сварке и зафиксированы ноги, чтобы он не смог дальше окружающим людям причинить вред, ну, и, соответственно, техники, которая стояла там. После этого мы его, вышли еще два человека из отдела полиции, сотрудники, фамилии не знаю, помогли его занести туда в отдел полиции, где в отделе полиции он всячески громко, нецензурно выражался, ну, и вел себя некультурно. Ну, соответственно, в отделе полиции был написан рапорт на соответствующие действия, и дежурный дал отдела полиции указание поместить этого буйного гражданина Спицына в камеру административно задержанных, что мы и сделали. Соответственно, я включил прибор «Дозор», так как возможности для понятых отсутствовало, так как он мог им причинить вред, так как вел себя очень буйно, неадекватно, всячески угрожал мне, Кристофоле, громко и нецензурно выражался, в том числе в отделе полиции. Соответственно, на прибор «Дозор» я включил, зашли мы, открыли камеру административно задержанных вместе с Кристофоле, зашли, Спицын сидел на лавочке, я объяснил ему, что он отстраняется от управления транспортным средством в соответствии с действующим приказом, и я намерен привести освидетельствование на опьянение, так как на тот момент у него имелись явные признаки опьянения, соответственно, перечислять признаки. Конечно. Запах алкоголя изо рта, резкий поведение, несоответствующие обстановке, не помню, по-моему, изменения кожных покровов, я точно не помню, помню, что поведение у него, основное, было и запах алкоголя изо рта. Ну, соответственно, подработающий прибор «Дозор» ознакомил его с протоколом отстранения, заявив ему, сообщив ему, что он отстранен от управления, предложил поставить свою запись. Спицын опять так же нецензурно выразил свой адрес, сказал, что ничего подписывать не будет. Я составил акт проведения свидетельствования при помощи технического средства «Алкотектор». Зашел второй раз с прибором для проведения проверки. Пояснил ему, что это прибор, разъяснил ему права и обязанности перед тем, как его отстранял сразу же. Ну и, соответственно, предложил ему пройти освидетельствование при помощи прибора «Алкотектор». Вот, он спицам попытался выбить у меня «Алкотектор», попал по «Дозору». Когда я поднял «Дозор», я опять его повесил на место, ну, соответственно, так как он опять начал буйствовать, а на тот момент, когда мы проведили освидетельствование первый раз, он, ну, наружки с него сняли. Вот. Ну, так вот тут, после того, как он выбил прибор «Дозор», я еще раз его повесил, опять ему повторил вопрос, будет ли он проходить это свидетельствование при помощи нашего прибора. Он ответил, что нет, и послал опять меня нецензурную броню. Соответственно, я предложил ему расписаться в апте, написать самовольно, ну, собственной рукой, что отказывается он. Он отказался. Улегся опять на лавочку там, в камере. Ну, и я объявил ему, что составляю протокол направления на медицинское освидетельствование. Составил протокол на медицинское освидетельствование, зашел к нему, опять в камеру административно задержанных, предложил проследовать больницу МОН для проведения медицинского освидетельствования. Он ответил, что, не помню, что он там говорил, но опять там перемешку с нецензурной бронью, это все происходило, что он не намерен никуда следовать. Ну, и, соответственно, опять началось буйствование. Ну, на тот момент он был в наручниках, поэтому я объявил ему, что фиксирую отказ от подписи. И, предварительно, я его спросил, будет ли он своей рукой писать, согласен пройти медицинское освидетельствование или не согласен. Ну, опять я услышал нецензурный бронь свой адрес. Соответственно, так продолжилось несколько раз. Я несколько раз к нему заходил, он подуспокоится, я опять к нему захожу. Со второго раза он улегся на лавочку и стал изображать, что он ничего не слышит, ничего не... Ну, типа потерю сознания. Соответственно, было принято решение вызвать бригаду медиков. Они приехали, осмотрели его. Причем, при момент осмотра фельдшер предложил ему снять футболку, чтобы осмотреть на наличие синяков. Он накинулся на нее, стал ее хватать за одежду. К нему опять была применена физическая сила, так как он осуществлял угрозу жизни и здоровью сотрудника, медработника. Ну, соответственно, буря эмоций была, негативных с его стороны куча высказываний у адреса и фельдшеров медпомощи, у наш адрес. Ну, я заявил, что в соответствии с настоящим приказом я и руководством, я составляю административный протокол, так как зафиксирую в его действиях отказ от прохождения медицинского свидетельства, то есть саботаж проведения медосвидетельства на самой процедуре. Составлен был административный протокол в отношении Спицына по статье 12.26, часть 2. С работников скорой помощи были взяты объяснения. Ну и, соответственно, опять в момент очередной, когда я зашел к нему, предложил ознакомиться с этим протоколом, он отказался. Потом при тех же медиках, с которыми он до этого прекрасно общался, все полностью адекватно отвечал на их вопросы, он стал изображать потерю слуха и потом лег на лавочку и стал изображать потерю сознания. Соответственно, в конце ему, после того, как я его ознакомил полностью, я ему зачитал все административные материалы, которые были в отношении его составлены и вручил ему копии. Все, после этого были написаны еще два рапорта, уже по другим статьям, ну и, соответственно, он был поставлен там, в камеру административно задержанных. Скажите, пожалуйста, у вас правильно помнился, то есть вы приехали непосредственно в областную клиническую больницу, да, забирать его? Скажите, в каком состоянии он находился на тот момент? В алкоголе? Ну, с признаками, явными признаками алкоголения. Сознание? Сознание, он лежал на каталочке с открытыми глазами, я его окликнул, он поднялся самостоятельно. Какие-либо повреждения у него имелись? Не помню. Честно говоря, он грязный весь был, поэтому не помню. Скажите, вот при вас он еще как-то обращался к медикам? До того, как он поднялся? Ну, вот вы приехали, сказали, он лежал на каталке, да, вы приехали его забрать, правильно? Ну, там доктор у него что-то спрашивал, он очень грубой, нецензурной форме что-то ему ответил, насколько я слышал, а дальше он потом завел его в кабинет, и я не слышал там, как они общались, там что. Но после этого он вышел, доктор вручил ему какую-то бумагу и все. Он на ногах находился? Конечно, он самостоятельно ходил. И не говорил вам о том, что необходимо еще дополнительные... Нет, 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 он отказался, врачи зафиксировали отказ, я не знаю, о чем они там разговаривали, потому что я с врачами не общался. Скажите, пожалуйста, вот, говорите, признаки алкогольного опьянения, то есть вы изначально их почувствовали, или когда, в какой момент? Когда я начал с ним разговаривать. Так, и вот в протоколе вы сказали сейчас, что, значит, стоят в очерке, поскольку сам Спицын отказался от подписи. Совершенно верно. Поэтому вы указали отказ от подписи и поставили свой подпись. У меня нет вопросов, пожалуйста, защитник. Давайте прям с самого начала, вот как вы в хронологии все рассказывали, по времени, во сколько это было? Не помню. Когда вы поехали в больницу? Ну, примерно, ориентировочно. Ну, где-то в районе 10 часов, я точно не помню. В районе уже было. В районе 10 часов. А вот вы сказали, что было какое-то определение о возбуждении какого-то административного дела. Вы его глазами видели? Нет. Не видели? Нет. Это мне информацию дежурная группа передала. Дежурный, он откуда взял эту информацию, можете пояснить? Не могу сказать, не знал. На основании слов дежурного сделали вывод, что есть некоторое определение, которое дает вам право для чего? Для проведения медицинка в Сибиристре. А определение о чем было? О возбуждении дела в одной статье 12.24. 12.24. То есть основанием для прохождения мета-свидетельствования было возбуждение административного дела по 12.24. То есть в материалах дела просто там немножко другое время. На тот момент, когда вы туда ехали, это не совпадает. То есть этого определения еще не было. Я так понимаю, вы когда туда приехали, вы увидели Спицына, как он лежит на каталке. То есть он не ходил по коридорам, он лежал на каталке, да? Да. Вы с ним ввели какое-то общение? Конечно. То есть вы к нему сами подошли? Да, к самому подошли вместе с Кристофорей. Когда вы определили признаки алкогольного опьянения, все-таки в камере, когда вы начали разговаривать, или уже прямо в больнице это было определено? В больнице. Я с ним общаться начал в больнице, пытался установить его личность. Где он находился на этой каталке? В каком-то помещении? В коридоре. В коридоре? Да. После того, как он стал с каталки, он самостоятельно стал с каталки? Конечно, да. Либо кто-то ему помог? Нет, нет, нет. Медики присутствовали рядышком? Не помню, вот это не помню. Помню, что он самостоятельно стал, потому что доктор его пригласил пройти на осмотр. То есть все-таки доктор его пригласил на осмотр, но вы не помните, был ли рядышком доктор? Но при этом говорит, что он самостоятельно встал. Так вы определитесь, все-таки его пригласил на осмотр. Откуда вы взяли информацию, что доктор его пригласил на осмотр? Слышал. Слышали, да? Что сказал доктор? Пригласил его на осмотр в кабинет. Ну, какими словами? Да я не помню. Он как-то по имени обратился, или как по фамилии. Не помню, не помню. Он подошел к нему конкретно. А, все-таки он подошел, когда человек лежит на каталке. Он уже не лежал в тот момент, он лежал, когда я подошел к нему. То есть, когда он подошел... Я с ним стал общаться, и я что-то... Вы же начинаете вспоминать, вспоминать. То есть, когда Спицын находился возле каталки, подошел доктор и пригласил. То есть, они совместно пошли куда-то. Он сидел на каталке. Хорошо сидел. Ну, то есть, уже доктор находился там. То есть, он не самостоятельно куда-то проследовал, а проследовал с доктором. Правильно? Да. То есть, вы сейчас резко вспомнили эту ситуацию? Почему резко? Ну, потому что вот это вы сказали, что вы не помните. Был медработник возле него, либо не был работник? На тот момент, когда я подошел, нет. Все, я помню, это вы не помните. Хорошо, давайте тогда я уточню. Давайте я уточню. Потому что для меня важно, каким образом мой подзащитный оказался у врачей. Вы приехали, видите, в коридоре, на каталке лежит человек, да? Да, гражданин. Вы даже сказали, что у него глаза были открыты. То есть, это надо как-то очень быть, хорошую память иметь, очень внимательным, обратить на эти моменты. Увидели, подошли к нему, увидели, что он открыл глаза, ну, видимо, пришел в сознание. Ну, он не удался. Потому что он приехал на скорой помощи, на каталке, иначе бы он не лежал. Я так понимаю, начали какой-то с ним разговор или нет? Да, да. О чем вы разговариваете? Я только что пояснил. Ну, можно там просто как-то по детали. В цели установления личности спросил, данный ли гражданин является спицами. А как вы вот прям вот решили к нему подойти? Вот почему там все, только он лежал на каталке? Походящий по возрасту он был только, да. А как вы поделились, что он подходит по возрасту? Две бабушки были. Ну, я узнал данные гражданина установочные, которые мне передала дежурная часть. То есть, вы увидели человека на каталке и предположительно сделали вывод о том, что это, скорее всего, тот человек, по которому вы приехали, вот после ДТП лежит, и надо к нему подойти и уточнить, да? Да, да, все верно. Хорошо, а вы к врачу обращались? Нет, я обращался к медсестрам, спросил, привозили ли данного гражданин там на входе, есть блок или пункт, не знаю, как там называется, где медсестры сидят или, не знаю, их должности, медработники. А вы можете конкретно сказать, какой медсестре вы обращались? Конечно, нет, я даже не знаю, у них ни байджиков нет, ничего. Байджиков нет, может, вы не обращались, может быть, сразу напрямую подошли, нет? Нет, напрямую там нет. Точно помните, что обращались к какой-то медсестре? Да. Хорошо. Постукал ли, да, награжданин туда? Где вот этот вот коридор, где эта каталка, там какое-то здание двухэтажное? Приемный какой-то. Приемный первый этаж это был? Первый. Хорошо. А вот эта вот медсестра, она где находилась? Которую вы обратились? Медсестра за столом, ухода, по-моему, стол стоит. Это как на вообще то обстоятельство, которое ингренируется на правонарушение, ну как отражается? Объясняю, что когда у человека плохо со здоровьем, первым делом вызывают скорую помощь, в больницу везут. Ну никак не наоборот. То видео, которое вы смотрели, опять же там фрагментик, маленький фрагментик, там видно, что сотрудник полиции за место медика спрашивает у Спицына, вы отказываетесь от медицинской помощи? И врач это спрашивает. То есть мне непонятно, почему, во-первых, там сотрудник полиции находится, почему они вмешиваются в эту процедуру, почему они берут на себя функцию врача. То есть, по сути, у меня возникает подозрение, что они просто забрали чуть ли не силой данного человека. Потому что никакого согласия Спицын там не подписывал, никакую бумагу ему не давали. Как вот сейчас говорят, что врач какую-то якобы бумагу дал согласие. У нас есть материалы дела, письмо. У Мурманской областной больницы, что он отказывается от помощи, мы еще просто ее не исследовали. А когда эти документы появились? Ну, вы же не знакомились с материалами дела, у вас была такая возможность. Ну, я взаимодействую, что дотация. Нет, смотрите, эти документы, я так понимаю, пришли сюда уже после того, как дело вернулось. Да. Да, ну, хорошо, я ознакомлюсь. Вы сможете ознакомиться. Да. Ну, хорошо, давайте предположим, что есть какое-то согласие, мы ознакомимся. Да, потому что он отказывается от медицинской помощи. Поэтому, вот, давайте, по сути, инкриминируем все-таки правонарушение. У нас именно отказ от метосвидетельствования, да? Вот каким образом? Скажите, пожалуйста, вот по поводу... И все-таки мы дойдем до этого момента. Мне важно все-таки понять, зачем вы там находились. То есть, вам была поставлена задача его привести, правильно? Ну, я так понимаю, вы хотели установить личность того лица, который привез. Да, ну, я же не пояснял просто по два раза, уже третий раз, но хочется... Хорошо, вот вы сказали, что врачи установили, он назвал свою там фамилию... Ну, то есть, то, что это Спицын, вы знали, вы сами до этого сказали. Он мне сам пояснял. Кто он такой, вы знали. Он не скрывал, что там Спицын, там Станислав Сергеевич. Не скрывал, не скрывал, так? Не скрывал, адекватно провел со мной, по крайней мере. Его личность была установлена, правильно? Да, со слов. Понятно, со слов. У вас какие-то были основания не доверять, что он Спицын, или что? Нет, конечно. Ну, а поясните, почему? Ну, я составляю административный материал только на основании документов, удостоверяющих личности. Смотрите, у меня просто как бы возникает вопрос. То вы по телефону решаете вопрос, что там где-то какое-то административное дело возбуждено, кто там куда-то, чего попал, какая-то... То есть, понимаете, дистанционно решаете. А здесь личность не может установить, там, по номерам там... По телефону не могу. Не могу. По номерам на нем, номеров нет. Это человек. Вы когда ехали, уже сел он к вам автомобиль, ехали в видеорегистратор, работал, ну, там, в виде фиксации в автомобиле делась? Да. Вы ему права разъясняли? Конечно. Ему сразу, изначально, в больнице разъясняли, ему были права. Это зафиксировано? Я не знаю, зафиксировал ли его в Кристофоле был дозор. Я не знаю, фиксировал ли он или не фиксировал. А в связи с чем ему разъяснялись права? Я всегда так делаю, когда цель обращения, обращаюсь к человеку, называю, соответственно, из-за того... А что вы мне сейчас права не разъясняете? Мы с вами общаемся. Сейчас другая ситуация. Нет, уважаемый судья, я хочу понять. Я снимаю этот вопрос. Я просто поясню, что... Этот вопрос я снимаю. Я понял. Я просто поясню, что права разъясняются с момента совершения какого-то процессуального действия. Хорошо. В связи с чем были разъяснены права? То есть что-то совершалось, наверное, процессуально? Нет, ничего не совершалось. Просто изначально я подошел, представился в соответствии с законом о полиции, объяснил цель своего обращения, разъяснил ему права и обязанности его. Можно просто по-другому, 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 по-другому. Я не хочу понять, в связи с чем разъяснялись права. То есть вы сказали ему про ДТП, про информацию, которая поступила? Нет, это я не говорил. Я его намерен был доставить в отдел полиции. С целью установления и личности. Это принудительная мера сопровождения. Да, с целью установления и личности. Сколько не могли бы составить партнерку? Соответственно, с данного момента я ограничу его права и обязанности. Он ограничен. В связи с тем, что вы его хотели забрать с собой, поэтому вы и разъяснили права. Да. Чтобы забрать его для доставления в отдел полиции. То есть, правильно я вас понимаю, в связи с тем, что вы начали административную процедуру под названием доставление, в связи с этим вы и разъяснили ему права. Она не началась с процедуры доставления, потому что он добровольный. Только что сейчас сказали. Я говорю, я намерен был начать процедуру доставления. Вы слушаете, понимаете? А он добровольно согласился. А это уже недоставление. Вы прослушайте потом еще раз аудиоусловно. Конечно, смотрите, уважаемый суд, не надо вот, на мой взгляд, вот это вот подменять добровольно-недобровольно. Если недобровольно, заламывают ручки, ручки заламывают. И применяют 19-3 Куа. Мы говорим про больницу. Я и говорю, что он не может не согласиться, понимаете? Если он откажется от добровольного, то будет применено инспресс-цередства и тому подобное. Почему? Потому что, я вам говорю, и в своей практике, я знаю, что сотрудник полиции говорит, что вас нужно доставить, если вы отказываетесь... Давайте, это не совсем относится к рассматриваемому делу, но тем не менее... Это относится напрямую. Если мы права разъяснялись... Так, защитник, пожалуйста, значит, вы говорите о том, что если бы он не согласился ехать, какие бы действия тогда были в данном случае? Вот давайте тогда и спросим. Если бы он не согласился ехать, тогда бы мы искали альтернативные способы для установления личности. Для установления личности какие, например? Ну, связь с родственниками, это как уже крайняя мера применяется, доставление человека в отдел полиции. Поскольку он согласился добровольно, то никакие другие методы... Да, изначально самый простой способ. Правильно вас понимаю. То есть доставление не требовалось. Не требовалось. Потому что, в принципе, его личность можно было установить другими способами. Но поскольку он согласился поехать, ну, вы поехали. Не было установить его личность другими способами. А вот только что сказали с помощью, там, с родственниками, тому подобное. Ну, на тот момент нельзя было установить его личность другими способами. Вот вам судья задал вопрос, а если бы он, как вы говорите, добровольно отказался бы с вами поехать в отдел полиции, что бы вы делали? Я же только что ответил, применялось бы к нему примудительный способ доставления... Вот, сейчас вы говорите уже по-другому. До этого сказали, что мы бы применяли другие способы установить его личность. А теперь вы говорите, что нет, мы не применяли бы другие способы установления личности, мы бы его принудительно доставляли. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что вот это вот, когда говорят, что если бы он отказался, его бы принудительно доставили. Так вот это называется процедура доставления. Владимир Владимирович, вы все как-то вот склоняетесь к применению силы. Мы здесь рассматриваем протокол совершенно о другом. Я к этому приду, я к этому приду. Очень далеко вы идете, давайте ближе. Очень далеко, потому что я хочу все-таки выяснить, потому что на данный момент свидетель дает заведомо ложные показания. А я это сейчас, мы к этому придем, потому что есть видеозапись. Видеозапись, все зафиксировано. Мы к этому придем, я хочу постепенно к этому прийти. Видеозапись велась в автомобиле? Она должна вестись, я не знаю, велась она или нет. Доставляете человека, вы говорите, что он там как-то себя неадекватно ведет. Вы же должны это все фиксировать. Это вообще какое отношение к рассматриваемому делу нет? Сейчас к этому предпринял. Вы говорите, какой я прошу, что... Я вам буду говорить только в случае, когда вы будете не свидетелем, а судьей. Владимир Владимирович, давайте конкретно. Это формальный, поэтому, да, конкретно. Был ли человек в состоянии алкогольного опьянения, был ли он за нулем, отказывался он или не отказывался. Вот давайте конкретика. Я хочу обратить внимание, что у данных граждан была заинтересованность, так сказать, палочная система. Начальник дал указание доставить, составить протокол. Тем более, как он говорит, есть определение по 12-24. Все, под козырек, и мы должны выполнить. Как говорит свидетель, Спитсон согласился в добровольном порядке проехать в отдел. То есть ему там заломили руки и повезли, или как? Его угрожали 19-3, что есть в больнице. В том-то и дело, и заключается, что его из больницы принудительно под угрозами увезли. Его силы повестили в автомобиль. Еще раз, хорошо. Если вы и ваш доверитель не согласны с действием сотрудников полиции, пожалуйста, обжалуйте их, только в другом порядке. Мы рассматриваем здесь дело в односторонном порядке. А это обстоятельство, которое имеет значение? Нет. 12-26, часть 2, состав формальный, пожалуйста. Уважаемый суд, я понимаю, я понимаю, к чему вы ведете, но я все-таки хочу, чтобы мы дошли до этого момента, как он оказался в камере. Значит, если вы будете повторять вот эти вопросы, я буду вынуждена их снимать. Не буду, все, я пришел, все, мы сели в автомобиль, мы выяснили, что видеорегистрация, вы не можете пояснить, велась или не велась. Потому что мы в прошлом судебном заседании запрашивали видеозаписи с камер видеонаблюдения возле отдела полиции на улице, внутри помещения. Мы должны понять вообще, что там происходило. Потому что человек просто так не попадает в отдел полиции. Что, Спицын оспаривал, что он находился в состоянии алкогольного опьянения? Что он вообще говорил? Что вообще он говорил по обстоятельствам? Спицын попал в аварию, в серьезную аварию. В аварию. Он находился в состоянии алкогольного опьянения? Он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Он находился в состоянии сотрясения мозга. Да? Шока, как вы говорите. И шока, и это все, ну, сотрясение мозга. Поэтому он готов был ехать, давать что угодно или как? Я не могу оценивать его действия, я не врач, понимаете? То есть он вам сказал, что он не находился за рулем, он не был в состоянии алкогольного опьянения, авария была тяжелая? Он не помнит, он очень много потерял памяти. Памяти? Памяти, да, потерял. Он определенные моменты просто не помнит. Вот у него сейчас отрывочное что-то возвращается, понятно? Врачи к специалистам-то обращался по данному вопросу. Да, вот самое интересное, это происходило и под аудиозапись. Вы сделали перерыв, приходили медики, и это все зафиксировано. Но медики-то ничего не подтвердили. Медики сказали, что он может давать показания, он здоров. Вот такие медики, понимаете? Я только поняла вашу позицию. Нет, ну я могу вам эту аудиозапись предоставить. Где мы прямо им говорим... Мы спросили у врача, может ли он давать показания? Если бы врач сказал, что ваш подзащитный находится в тяжелом состоянии после перенесенной аварии, ну, конечно, никто бы не стал... Но он может сказать все что угодно. Вы же помните, он, про излечение нескольких дней, он не мог написать на бумаге ничего. Ну вспомните, как он ознакомился с правами. А сейчас, в настоящее время, жив-здоров, он обращался к специалистам. Но это достаточно серьезно, если вы говорите, что у него признаки амнезии, он не помнит. Знаете, вот я, и не буду отвечать за другого человека, не обращаемся к врачу. Вот когда уже совсем будет плохо умирать, возможно, меня туда вперед ногами привезут. Ну а чем тогда можно подтвердить, что у него действительно были какие-то провалы в памяти? Если от помощи врачей он отказывается, есть соответствующая видеозапись. Чем можно подтвердить? Он достаточно некорректно говорит и грубо говорит с сотрудниками медицинского учреждения. Вы сами видели эту запись. Смотрите, как можно подтвердить? Ну у нас многие люди, грубо говоря, находясь в каком-то состоянии. То есть вы полагаете, что он находился в таком состоянии, поэтому грубо рассказывать. Давайте все-таки ближе. У нас свидетель, мы сейчас не будем говорить о медицинских каких-то. Доехали мы, все, доехали. Вы говорите, возникла какая-то конфликтная ситуация. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что устраивали досмотр личных вещей. Причем с применением физической силы. Не говорил я такого. Ну как не говорил? Это было сказано про досмотр личных вещей. Вы сказали, что спросили у него, есть ли у него какие-то кольящие, режущие, запрещенные, то-то-то. Он что-то там вам как-то не так ответил. Вы начали к нему применять силу, наручники, спецсредства и тому подобное. Так это было? Конечно, потому что, ну, во-первых, неотократно. Вы знаете, что ваше требование должно быть законным. На каком основании вы стали применять? Дмитрий Владимирович, еще раз, как это дело связано с 12.26, частью 2. Я еще раз повторяю, что вы вправе обжаловать действия сотрудников полиции. Если вам кажется доверитель, вы даже не кажется, а вы полагаете, вы считаете, утвердительно заявляете о том, что ваши права были нарушены, пожалуйста, обжаловать их действия, о том, что их полномочия были превышены. Мы идем к 12.26. Мы сейчас придем к этому. Я пытаюсь донести до суда, что вот эти вот сотрудники полиции превышали свои полномочия. В чем? В частности, не имея права на доставление, они его доставляли. Причем они фактически его обыскали. Вы же обыскали его? Хорошо. Я еще раз повторяю. Вы его не доставляли. Я еще раз повторяю. Вы права ему разъясняли? Конечно. Значит, вы выполнили процедуру административную. Права разъясняются только перед выполнением... Владимир Владимирович, это сотрудник полиции, который тоже вполне знает свои права и обязанности. Я еще раз призываю вас. 12.26. Пожалуйста, давайте конкретно к правонарушению. О том, что было нарушено сотрудниками до этого, пожалуйста, можете обжаловать их действия. Вы до этого заявляли о протоколе, о том, что его стоит признать недопустимым доказательством. Вот давайте, у нас пришел сотрудник, который конкретно составлял протокол. В чем тогда его недопустимость? После того, как доставленного помещают в камеру для задержанных, с него снимают наручники? Конечно. Я снимаю этот вопрос, потому что он не относится к сути дела. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что человек находился в наручниках. Он не мог воспользоваться своими правами, о которых якобы ему разъяснили. Он не мог возможности ни позвонить, ни написать, ничего он не имел возможности. Я живу через дорогу. Я, в принципе, был невольным свидетелем, когда я услышал вот эти крики. То есть вот это вот то, что происходило, я увидел из окна. Но только когда я начал бегать за телефонами, когда я уже включил, его уже не было. Завели, понимаете? То есть вы полагаете, что если на нем находились наручники, то он, соответственно, не мог дать какое-то согласие на мета-свидетельствование? Правильно? И с чем связаны эти наручники? Уважаемый суд, когда на человека надевают наручники, это должно быть обоснованное мероприятие. Наручники надеваются для того, чтобы человек убежать не мог. Когда подсудимого заводят вот в эту решетку, его всегда с преступника потенциального снимают наручники. Владимир Владимирович, я еще раз спрашиваю, каким это образом соотносится с отказом от мета-свидетельствования? Что мешало ему? Наручники не мешали? Сказать или что? Написать? Это называется пытки. Это называется психическое воздействие. Это называется физическое воздействие. Вы об этом говорили. Я тогда еще раз говорю о том, что если вы полагаете, что вашему доверителю оказывалось психическое, психологическое воздействие, пытки его, пытали, давили на него, пожалуйста, обжалуйте действия сотрудников полиции. Сделаны были заявления в следственный комитет. Очень хорошо. Но еще раз говорю про отказ от мета-свидетельствования. Что помешало ему? Вы тогда скажите, что ему помешало? То ли он, как вы говорите, что он был в беспамятстве, ничего не помнил, поэтому и не мог давать этот отказ, да? Чисто вот по таким показаниям медицинским, что он не понимал, о чем речь идет. Уважаемый суд, о чем будет думать человек, которому будут бить по лицу? Так если вы говорите, что у него амнезия, тогда он, как он помнил, что вы били по лицу или что? Это зафиксировано. Откуда взялась эта информация? Это зафиксировано. Еще раз говорю, пожалуйста, обжалуйте. Вы сказали, написали вследствие. Нет, я просто задаю риторический вопрос, который заключается в том, У нас здесь дело в административном пронушении... Так я об этом и говорю. Каким образом процедура происходила? Человека избивают, его пытают, и с него вы... Владимир Владимирович, еще раз, у нас процедура освидетельственная, она совсем другая. И ему предложено пройти алкотестер. Он отказался. Нет, не отказался. Он не отказался, он его разбил, правильно? Нет, он не разбил, он сбил дозор. Сбил его, никак не реагировал. Это еще не правда, это ложь, это ложь. Вот это как раз я хочу, обращаю на это внимание, что вот эти все показания. Человек молчал, но ни слова не произносил. Никакого мата, ничего не было. А вы полагаете, что бездействие, это не означает отказ, это свидетельственно по-вашему? Человек находился без сознания, вы понимаете? Я считаю так, что нужно сначала тогда посмотреть видеозапись, а потом продолжить допрос. Это может быть... Видеозапись мы уже видели, вы видели видеозапись? Я видела. А вы когда видели? Видели видеозапись, а суд имеет основания просмотреть видеозапись, когда делал судебный... Не в судебном заседании? А вы в каком судебном заседании видели? В предыдущем. Просматривали, что вы найдете? Да, ну там в Абас-то я не заметил. И что вы видели на видеозаписи? Я видел, что человек никак не отвечает, никак не реагирует. Ну так вы тогда к сути вопроса-то и подойдите. То есть вы полагаете, что человек был в бессознательном состоянии, поэтому вот эти все отказы от подписи он не мог дать. Вот в этом... Так это очевидно, видно. Здесь вот этот свидетель, который дает показания, он заведомо дает ложные показания. В чем это ложность показаний? В чем? Регистратор сбил там еще что-то. Да они сами выключили. Подождите, уважаемый сударь, меня немножечко удивляет ваш подход. Если вы видели видеозапись, тогда вот этот диалог о чем? Нет, мы убираем все то, что касается, как вы говорите, психологического воздействия. Я спрашиваю... Там не было ничего, что сказал свидетель. Там этого ничего не было. Там никто никаких ударов не наносил, никаких матов не произносил. Человек вот так вот лежит, понимаете, его как кусок мяса поднимают, понимаете. Пощечину ему дают, за подбородок его вот так вот делают. Вы о чем сейчас говорите? Поэтому вы говорите о том, что он не отказывался от мета свидетельствия. Человек находился без осознания, ему на шатырь пихали. Какой, какие маты, что вы говорите? Вы врете нагло. Вы из судебного заседания бьете. Это ваше мнение. Это не мнение, это факт. И уважаемый суд, после судебного заседания я буду требовать возбуждения административного демня дела по 17.9. Зазады на ложные показания. Немножко Владимир Владимирович поспокойнее. Да потому что меня удивляет сам вот этот подход, понимаете. Для этого и делется видеозапись дозора. Я уже не говорю о том, что... Вот ответьте на простой вопрос. На ком был регистратор? Не помню. А давайте вспомним. Должен быть на Кристофоле регистратор. Потому что я непосредственно... Вот даже здесь вы не правы. Вы же составляли протокол, правильно? У вас был регистратор. Я говорю, я не помню. Давайте вспомним. Я же вам только что ответил. Вы можете вспомнить. Скажите, пожалуйста, вот в протоколе, да, об отстранении от управления транспортным средством, актосвидетельствования, вот дозорный номер пять ввелся. Кем? Да, 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 все верно. Кем? Что? Дозорный он установлен был на... Изначально он у меня стоял. У вас. Изначально, да. А потом, когда он его сбил с меня, пытаясь выбить у меня из рук полкотектора, я Кристофоле его поднимал, и я не помню, то ли я опять его себе повесил, то ли Кристофоле его к себе прикрепил. Вот этого я не могу, то есть, не затрудняюсь. Уважаемый суд. А при, подождите, а вот при составлении протокола направления на метасвидетельствование запись велась? Вот эта запись вообще она сохранилась? Ее можно обсудить? Насчет вот этого я ничего не могу сказать, я потому что не владею информацией, и все записи, которые есть и которые сохранены, они у нас находятся на сервере, и, соответственно, если вы их запрашивали, они должны быть вам представлены. То есть запрос нужно туда, а куда нужно обращаться тогда? Ну, вы, суд, мне кажется, уже делал эти запросы, но вы продублировать можете. Поэтому я просто и спрошу. Да, да. КПДД именно обращается. Да, КПДД, если не было такого запроса. По городу Мурманску, Карла Либник, то 46, по садим. Уважаемый суд, хочу обратить внимание. Если вы смотрели видеозапись, вот про тот момент, когда якобы мой подзащитный сбил дозор, это грубая наглая ложь, которая зафиксирована на видео. Более того, более того, вот данный сотрудник полиции самостоятельно выключил дозор, наносили побои, и потом сделали вид, якобы они повторно заходят. Так вот, до момента, как они начали наносить ему побои и выключили дозор, он был без наручников. Потом, значит, они выключили дозор, нанесли ему побои, надели ему наручники. Это все происходило в течение 4 минуты. И через 4 минуты они заходят в камеру. Подзащитный лежит на скамейке, тонет, задыхается. Ну, не знаю, может, там поддых ему давали. Ну, это все видно, это можно услышать путем усиления звука. И они начинают снимать вторую серию. Он в этот момент плачет. Вы зачитываете ему права. Как можно громче, чтобы не слышно было, что он там плачет. Понимаете, мужик плачет. Ну, это ваше мнение. Это на видео зафиксировано. О чем, какое мнение? Скажите, так, Владимир Владимирович, потише, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы вызывали сотрудников, скорая помощь приезжала, да? Да. Как я понимаю. И что сотрудники-то установили скорой помощи? Что? Я не знаю, что. Они вызывались для того, чтобы оказать ему медицинскую помощь. И в чем она была оказана? То есть они установили, что без сознания она будет? Он нормально себя чувствовал, прекрасно, потому что, когда фельдшер подошла к нему, он сел на скамейке на этой, она его попросила снять футболку. Он ее послал, она попыталась с него снять эту футболку, он попытался ее схватить за одежду, кинулся к ней. Вы понимаете, что то, что сейчас вы говорите, это будет на фоне того, что ваши показания, вы сейчас врете, и будет упущен этот видеоряд с дозором? Зачем мы можем вызвать определенное заседание конкретно медика, который... Нет, я не про это говорю, я говорю про то, что вы даете заведомо ложные показания, понимаете? Медики опрошены. Так, Владимир Владимирович, не вам предупреждать заведомо ложные показания. Но я пытаюсь остановить, чтобы человек начал все-таки давать правдивые показания, потому что... Он не дает отчет своим действиям, ему разрешено ввести аудиозаписи, вы ввести аудиозаписи, ведется... С учетом того, что вы видели видеозапись, давайте вот этот фрагментик рассмотрим. Вот у нас есть кусочек непривидный... Давайте мы сначала допросим свидетелей, я так не могу подвести вас уже к основному протоколу. Вот этого, да, в котором все-таки отказывается ваш доверитель, дает отказ от подписи. Так вот в связи с чем отказался он в подписи? Не нарислял? Дорожите небольшую информацию защитнику. Проведена служебная проверка нашим подразделениям, а также следственным комитетом. Да, по данному поводу нарушение не выявлено. Заключение служебной проверки прилагается. Ну, вам, наверное, две должны прийти. Да мы знаем, как эти проверки проходят. Да мы знаем, не надо это рассказывать, то, что вас сейчас отмазывают. Ну, зачем тогда говорить вообще о том, что были нарушены права, будем обращаться, если вы уже обращались и проверка была проведена? Это любое. А вы сейчас, это все происходит? Это я вам говорю. Ну, вы же обращались и только что сказали, что вы обращались в следственные органы. Да, но следственные органы выгораживают этих сотрудников. Или еще не проведена проверка. Мороз выгораживает. Вы сейчас этим занимаетесь. Вы выгораживаете вот этих сотрудников. Вы говорите, что не надо рассказывать про то, каким образом он попал в отдел полиции. Потому что его избивали. Потому что не об этом криминируемому правонарушению. Да это все имеет значение. Потому что человек находился в состоянии... Послушайте меня. Это ваша позиция. Это не позиция. Это конкретные факты. Понимаете? Вы знаете, человека специально приводили в чувство путем побоями, чтобы на видеодозор заснять, что он живой. Понимаете? Потому что он не говорил, не ругался, там ничего. Он просто бесчувственно лежал на скамейке. Он не вставал. Его поднимали. Медик, который зашел, только с помощью шинитаря его подняли. Пожалуйста, спокойней. У вас очень много эмоций, понятно. Ну, потому что это возмущает. У нас допрос свидетеля, пожалуйста, конкретные вопросы. Конкретные вопросы, которые относятся к существу инкриминируемого правонарушения. Не более. Мы уже час допрашиваем свидетеля, и вот все о том около. Уважаемый суд, я считаю, что свидетель отказывается давать показания. Когда задают конкретный вопрос, кто вел видеозапись. Он говорит, я не помню. Ну, как глаза были у подзащитного. Он помнит, какие были, понимаете? Открытые, незакрытые. Так вы вспомните, кто вел видеозапись. И Рома ответила. Ответьте еще раз. Вывели видеозапись. Вы сказали, что до момента, как якобы вам кто-то выбил этот дозор, вывели видеозапись. Правильно? Владимир Владимирович, если вы не перейдете к существу вопроса, инкриминируемого правонарушения, я буду вынуждена спросить свидетеля от дачи... Пожалуйста, можно меня не перебивать? Я вам объясняю, почему я это задаю вопрос. Я готова снять вопрос, если вы будете по 10 раз спрашивать одно и то же. Хорошо, давайте я вам поясню. Значит, в предыдущем судебном заседании... Кристофолий давал другие показания. Он говорил, что прибор неисправен был. Сейчас нет того свидетеля. У нас есть свидетель, которому необходимо задать вопрос. Поэтому я хочу здесь выяснить, все-таки, какие будут данные показания. Потому что они разнятся уже. Потому что вы сказали, что дозор был у вас. Ваш коллега говорит, что дозор был у него. Хорошо, как это отражается на 12.26 части? Это отражается так, что нету непрерывной видеозаписи. Нет, есть нарезка, понимаете? Вы тоже делаете нарезку, когда выкладываете видео. Ну, я не составляю административный материал. Я не понимаю, зачем замечание такое имущество. Конкретно, Владимир Владимирович, 12.26, часть 2. Конкретный вопрос. Отказ. Это состав формальный. Отказ от месяца свидетельства. Да я понимаю, что он формальный. Я понимаю. Так почему он отказался? Да он не отказывался. Факта отказа нету. Вы считаете, что он не отказывался? В смысле, я не считаю. Это доказывается видеозаписями и доказывается противоречивыми показаниями заинтересованных лиц, должностных лиц, которые сами противоречат друг дружке. Я вас правильно поняла? Отказа его никакого не было. Конечно, не было. Я же об этом говорю. Отказа не было. Значит, вот то, что запись указана, отказ от подписи, это личное дело самого выражения, который ставил противоречивыми. Правильно? Да! Вопросы все сняты, мы на все вопросы ответили. Смотрите, смотрите. В предыдущем судебном заседании Кристофолис сказал, что они молчание расценили как отказ. Этого вполне достаточно для ответа свидетеля. Это же вполне достаточно для ответа свидетеля. Но молчать можно по-разному, понимаете, уважаемый суд. Молчать можно находиться в бессознании. Но нельзя с человеком составлять административный материал, который... Я вас поняла. То есть он находился в бессознательном состоянии, поэтому... Так я и хочу вот это показать, потому что свидетель на данный момент берет и нагло врет. Говорит о том, что тот матерился, там еще что-то. Ну на видео-то этого нету. Ну посмотрите видео, давайте посмотрим. Человек сидит с опущенной головой. Ему берут подбородок, поднимают. Владимир Владимирович, вы утверждаете, что Спицын находился в бессознательном состоянии, и поэтому никакого отказа, даже формального бездействия с его стороны не было. Конечно. Да, он периодически приходил в сознание путем воздействия на него физически. Я поняла. Они воздействовали, понимаете, они специально причиняли ему побои. Я это сказал Кристофоле. Они ладошкой по лицу, чтобы привести его в чувство. На какое-то время, чтобы он пришел в чувство. Конечно. И что мы сразу заснять? Вот я же вам говорю, они 4 минуты, ну пускай они 4 минуты, там минуты, пока они там вторую серию хотели заснять. Они наносили ему побои. Они приводили ему чувство, чтобы он живой был, понимаете? Так, Владимир Владимирович. Я вам объясняю, а вы не хотите этого слышать. Неправильно, я позицию вашу поняла. Вы со своей стороны говорите о том, что он находился, еще раз константирую, но он находился в бессознательном состоянии. Поэтому никакого отказа в мета-свидетельствении не было. И вы полагаете, что сотрудники ДПС всяческими путями пытались его в сознание привести, чтобы выбить у него доказательства и эту подпись в протоколе. Правильно вас понял? Чтобы сделать видеоролик, понимаете? Правильно вас понял? Да, да. Более того, послушайте мне, пожалуйста. Ведь я специально в возражениях на протокол прям дословно делал то, чего говорил. Прям последовательно описываю каждый файл. Скажите, пожалуйста, у меня... Там нету ни матов, нету ничего. Вы читали, уважаемый суд, вы читали вот это вот возражение на протокол об инициативе правонарушения? Читала. Успокойтесь, вы слишком эмоционально взвечивали. Ну а как эмоционально, потому что... Дети, пожалуйста, вот прервали, хотела задать вопрос, скажите, пожалуйста, значит, то есть вы говорите, что за медицинской помощью он к вам не обращался, вы сами вызвали, потому что он терял сознание, да? Он пытался избежать ответственности. То есть вы... Вы... Я вас правильно понимаю? Вы полагаете, что он сознательно пытаясь... То есть защитник высказал позицию, я ее озвучила. Вы полагаете, что он сознательно хотел уйти от ответственности и поэтому... Изображал из себя больного, правильно? Да. И вы его бездействие, поскольку он никак не реагировал, протокол вам надо было составить, вы, соответственно, его бездействие восприняли как отказ от этого мета-свидетельствования. Ну, изначально, в первый раз, еще раз поясню, когда я к нему заходил, когда он сбил дозор, я не помню, это вот есть на видеозаписи, потому что видеозапись я не видел. Я ему задал вопрос, будет ли проходить он свидетельствами при помощи данного прибора, на что он послал меня, выбил меня, попытался выбить у меня этот прибор из рук, и в результате чего махнул рукой, сбил у меня регистратор. После чего вы сделали выводы о том, что он в согласии давать не будет? После чего я объявил ему, что он на медицинское свидетельство. После показания будет давать суд, суд выслужил все показания свидетеля, они записаны, вы ведете аудиозапись, ведется протокол, ваша позиция тоже понятна. Давайте конкретно к протоколу, будут вопросы? Конечно, мы перейдем к протоколу. Давайте, давайте. Почему в протоколе о направлении на медицинское свидетельство, на состояние обвинения, не зафиксирован сам факт отказа, либо согласия на данную административную процедуру? Потому что он отказался писать. Я не спрашиваю, почему это не зафиксировано никак? Повторяю еще раз, он отказался писать. Каким образом это не зафиксировано, Владимир Владимирович? Пояснилось. Я вижу, отказ от подписи зафиксировано. Каким еще образом он должен быть? Дальше есть скобочка, согласен, дробь не согласен. Что он должен своей рукой написать? То есть он должен или своей рукой написать согласен или отказываюсь? Отказ от подписи, это отказ от подписи. Так. Здесь конкретно событие должно быть зафиксировано. Каким образом должно быть зафиксировано, если он отказывается от подписи? Ну, поясните тогда, что должно было здесь стоять? Ну, обычно, вот смотрите, вот они тут подчеркивают что-то, там выделяют. Ну, вот здесь вот написано, согласен, отказываюсь. Если Спицын сам отказывается подчеркивать, согласен и отказываюсь, то что должно здесь тогда стоять? Ну, протокол же оформляется, должно быть зафиксирован сам факт. Ну, каким образом, объясните мне? Ну, словами, согласен, отказался. Отказ от подписи указан. Что еще должно быть? Отказ от подписи, но не отказ от метод свидетельствования. Вы понимаете разницу вообще? Вы имеете в виду, что отказ от подписи? Это очевидно. То есть вы считаете, что от подписи это лишнее? То есть должно было быть написано «отказ». Правильно? Нет. Одно другого не исключает. Понимаете? Смотрите, когда протокол составляется в отсутствии лица, в отношении которого ведется административная... Здесь не в отсутствии, поэтому давайте мы... Я вам аналогию провожу. Так в протоколе прям так и пишется. Пишется само событие. Допустим, надлежащим образом извещен, но отказался от участия. Поскольку не написано «отказ от метод свидетельствования», это тут не указано. Не указано. То есть просто отказ от подписи. Я понимаю. Так это отказ от подписи. Это не отказ от метод свидетельствования. Либо согласие. Понимаете? Он мог... То есть это не отказ от метод свидетельствования, это отказ от подписи. Хорошо, смотрите. Вот человек находится в наручниках за спиной. Как вы считаете, он должен свою подпись поставить? Вот логически просто размыслить. Никак. Если он в сознании и готов ехать на мета-свидетельстве, в чем проблема-то появилась? Значит, должны были поставить, что согласен и повести его, правильно? В том-то и дело, что состав формальный, если он был уверен в том, что он не соснаходит в состоянии алкогольного опьянения, мы бы здесь и не сидели, он бы уже его прошел. Вы не услышали меня, человек не находился в сознании. Расчет, я поясню, так называемому защитнику, что направление на мета-свидетельствование осуществляется только с добровольным согласием. лица. Заставить его я не могу. Так, согласие либо отказ он зафиксировался? Он оказался, послушайте. Ну, это ваши слова, это профессиональный документ. Я для этого сюда и прибыл, чтобы дать пояснение. Я поясняю, что он отказался проследовать на мета-свидетельствование. Можете максимально точно сказать, как он отказался? Вот максимально точно. Я не помню. Не помните? Не помню. Вы сейчас говорите, что вы сюда прибыли, чтобы пояснить, отказался он или нет. Но пояснить не можете. Но и в документе это не зафиксировано. Я не помню в наборе матов, которые там были, вот эти слова. Нет, ну вы маты можете опустить. Это как бы, я хочу понять, как он отказался. То есть он говорил конкретно, что я не поеду, я не хочу, словесно как? Был задан конкретный вопрос. Проедете проследователь в больницу МОУ для прокождения либо отказа от медицинского свидетельства на состояние обвинения? Он сказал нет, пошел ты и так далее. Слово нет, потом последовали МОУ. Уважаемый суд, я вот хочу, чтобы этот момент был зафиксирован. Почему? Потому что это имеет юридическое значение. Именно это является заведомоложными показаниями, за которые сотрудник должен нести ответственность административную. Сотрудник знает свои обязанности, правда? Я к чему это говорю? Именно для этого и ведется видеозапись, понимаете? И на видеозаписи этого нету. Владимир Владимирович, я услышала нет, потом пошли маты, правильно? То есть таким образом отказался, словесно отказался. Вы помните, что это было сказано, да? В ответ именно на мета-свидетельство. У нас же сначала в любом случае идет алкотестер. Да, с помощью алкотестера сначала. С помощью алкотестера я не помню, что он сказал, он попытался у меня его из рук выбить. Ну, то есть вы его действия приняли за слова нет или как, то есть если он его выстрелил? Ну, мат и вот это вот неадекватное поведение попытался выбить его нет. То есть вы восприняли это как отказ от проведения алкотестера? Да. Уважаемый суд, я так понимаю, вы сейчас наводящими вопросами пытаетесь изменить его показания? Это не наводящие вопросами. Я изначально так сказал. Нет, он сказал сначала, что конкретные фразы, что он сказал, что нет, а сейчас вы говорите, что есть. У нас же потом есть видео, мы потом посмотрим. Выбил из рук, поэтому это вы восприняли как отказ от алкотестера. Потом мы ему предложили пройти на медицинское свидетельствование, он сказал нет и снова пошли в маку. Ему копии документов вручались как-то? Конечно. Как? Кристофоль ему все эти копии предложил забрать, он отказался, он ему куртку сюда положил в карман. Какой я не помню. Это зафиксировано? Я не знаю. Зафиксировано, там есть видеозаписи в камере. В протоколе указано отказ от подписи. Ну от подписи, да, он отказался, но тем не менее это не является основательным ружья от кухни. Я поясню. Вот есть такая процедура, называется медицинское свидетельствование, да? Вот она начинается от составления акта до момента выдачи акта. Если нет понятых, то ведется видеофиксация. И если вот этих процедур там не зафиксировано, значит их не было. Более того, мы неоднократно, я обращал в предыдущих судебных заседаниях о том, что даже предлагали запросить из изолятора временного содержания документы, подтверждающие, были ли при нем какие-либо документы. Потому что там, естественно, раздевают догола, там полностью обыскивают, что у человека есть, нету. То есть у человека при себе не было никаких документов. Ничего ему не выдавалось. Ничего на видео не зафиксировано, что там копии ему выдавали, там, как вы говорите, в карман запихивали и тому подобное. Он говорил о защитнике, об адвокате, там что-то, говорил вам, что нуждается в этом? Не помню, не могу сказать. Не помните, да? Вот на видео это зафиксировано, и в своих возражениях на протокол я тоже это отразил. Хорошо, после того, как якобы он сбил у вас дозор, вы его заковали наручники, он заявлял вам отвод? Не помню тоже. Ну как не помню? Целое определение в деле есть об отказе в отводе. Ну, значит, заявлял, раз если есть определение. Так вы можете все-таки вспомнить? Я же сказал, не помню. Раз есть определение, значит... Вы не давите на свидетеля, если свидетель не помнит. А я считаю, что уклоняется. Неправильно. Если свидетель не помнит, он так и говорит, что не помнит. Ну, я считаю, что это уклоняется. Тем более материал в деле есть определение. Ну, это ваше мнение. Тем более есть материал в деле определения об отказе в ДТО и... Уже у нас еще маленькое дополнение для информации защитника. К тому моменту, когда мы, я не помню, какой раз второй или третий зашли, Когда бригада помощи прибыла И после составления административного протокола Когда все, процедура была полностью завершена Перед тем, как мы убыли из отдела полиции Ему еще раз повторюсь, были вручены копии Все Кристофоли, я видел сам, что их в карман ему положил Мы зашли, спица лежала на лавке А эти все копии порваны, валялись в углу И если вот хорошо, если будет видеозапись оттуда Где это зафиксировано То есть он их, он справил малую нужду в углу И соответственно, прямо на эти копии Разорванные, которые валялись там В ВВС, вы имеете в виду? В ВВС? Не ВВС, в камере административного заберема То есть там, если запрашивают Да А можно поподробнее по поводу справил нужду? Это где он у меня? Ну, я думаю, что это... Не, уважаемый суд, это относится Если это было на самом деле так То я считаю, что если человеку не дает возможность Сходить в туалет, это называется пытка Во-первых, человек в наручниках Во-вторых, его ограничивают в питье Справление нужным Вам на это жаловство, что он не мог справить малую нужду? Вы сейчас только услышали это Для меня вот сейчас это открытие Я говорю о том, что человек нуждался... Может, ты бы все это устроил? Может, это был его протест? Я не знаю Обращался, он не обращался с тем, чтобы вы вывели в туалет Слушайте, какой протест? Вы, нельзя, заворажили человека, если хочет в туалет Ему в туалет отводят Ну, то он может попроситься, наверное, сходить в туалет? Просился он, не просился? А вы же говорите, он был в бессознательном состоянии Может, он не отдавал, а что с ним действует? Я вообще вот это не знаю Откуда сочинение такое берется? Это не сочинение, это факт Но это как-то зафиксировано Совершенно не относится к 1226 Но если это не относится, зачем такие вещи похабные говорить? Вы тоже иногда говорите Почему похабные? Я вам сказал похабные Потому что это ненормально Уважаемый суд, это ненормально Справлять нужду в камере Это может быть только в случае, если человеку там На самом деле что-то вообще плохо И ему не выводят это в туалет Я снимаю этот вопрос, давайте Мне интересно, как он справлял нужду? Вы скажите, по маленькому или по большому? Владимир Владимирович, я снимаю этот вопрос А мне интересно знать, по большому или по маленькому? Пожалуйста, 1226, ближе к конкриминированному правонарушению Мы часто опрашиваем свидетеля просто ни о чем На 2-3 вопроса не можем задать вопрос и получить ответ С какой целью был составлен акт? О свидетельстве на состоянии алкогольного обвинения В соответствии с регламентом и приказом Можете реквизиты у нас знать? Нет Почему? Это не относится к материалам дела Это прямой относится, это относится к процедуре Если вам интересно, изучайте Я хорошо знаю Я вам открою секрет, и вам надо изучить Что в случае отказа от прохождения на месте С помощью прибора Вот этот акт не составляется Сразу составляется протокол о направлении на миссис Вы не владеете информацией Изучите приказ номер 933-М Приказ Минздрава Судья, мировая мороза дала оценку Это несущественно культуральное нарушение Оценка будет дана Сейчас как бы свидетель не может давать оценку Он сказал, что это предусмотрено Сослался Позвольте я поясню, уважаемый суд, процедуру для защитника Который, видимо, не владеет ситуацией В полной мере сначала В соответствии с вынесением определения о возбуждении дела Об административных правонарушениях По статье 12.24 Гражданин отстраняется от управления Ему потом, вторым этапом, предлагается пройти Освидетельствование на алкогольное опьянение Для этого акт составляется После его отказа Либо несоответствие Показаниям И когда имеется основание Полагать, что лицо все-таки находится Состояние алкогольного опьянения Либо несогласие лица Свидетельствовало с результатами Составляется протокол направления На медицинское свидетельство Такова процедура Я ее не в состоянии менять И не уполномочен Уважаемый суд, ну раз свидетель дает пояснение Давайте тогда я тоже дам пояснение для суда Со ссылками только на нормы права А не просто вот так вот Извиняюсь за вражение Сотрясать Свидетель дает свои пояснения Если к свидетелю нет вопросов То мы его отпустим Все свои пояснения уже будете тогда давать суд Как нет вопросов Вот вы сказали Сказали, что был составлен протокол Об отстранении от управления транспортным средством Вы впервые Спицына увидели на каталке в больнице Каким образом вы его отстраняли От управления транспортным средством? Составление протокола об отстранении Он управлял транспортным средством? Не знаю В смысле не знаю Вы пишете протокол об отстранении От управления транспортным средством? Все верно Ну это так составляется Когда непосредственно обнаружается что человек управляет транспортом средством, предположим, в состоянии... На основании чего был составлен этот протокол об отстранении по управлению транспортным средством, если вы непосредственно приехали в больницу, он там не управлял транспортом средством, лежал на каталке, да, правильно я поняла? Да, да, да. Более того, по времени тут написано, что... В связи с чем этот протокол в материалах дела имеется? Еще раз повторюсь, изначально возвращаясь к первому этапу, от информации, по информации, полученной нами от дежурной группы, нашей отдельной роты ДПС ГИБДД, произошло в ДТП с участием нескольких автомобилей, одним из которых виновником ДТП, как мне пояснил дежурный, являлся водитель Форда гражданин Спицын. Соответственно, вы составили... Соответственно, да, на основании этой информации... По 12.24 нам подал сотрудник полиции Карачев, который составлял именно этот протокол и возбуждал дело об административном расследовании по 12.24, где как раз указано, что именно Спицын был водителем. Я думаю, что это вопросы больше, наверное, будут к нему тогда. Дежурная группа собирает информацию со всех нарядов и дает указания. Не подошел свидетель Карачев. Потому что Карачев как раз составлял протокол, вот его как бы допросить-то необходимо. Его вызывали, да? Его вызывали, да, потому что как бы и Спицын, и у защитников их позиция строится в первую очередь. Ну, на том, что вот они... Если разрешите, я сейчас выйду ему звоночек, сделаю на минутку прерваться. Мы будем откладываться тогда... Тогда не будем. Да, поскольку, я так понимаю, Спицын утверждал, что не он был за рулем, правильно? Спицын в судебном заседании сказал, что он не помнит. У меня есть аудиофиксация, я говорю, что он потерял... Ну, вы распариваете. Мы распариваем, конечно. Первое о том, что он управлял транспортным средством, а второе... Я говорю, что у вас позиция ваша строилась на том, что он не помнит, был ли он за рулем, возможно, что и не был. И второе, он не отказывался от медосвидетельствий, потому что он находился в бессознательном состоянии, не мог отдавать, наверное, отчет своим действиям. Правильно я, Спицын? В жанре суд очень много было доводов, в том числе был допрошен медик, который приходил в камеру, в который сказал, что запаха алкоголя не было, понимаете? Это третий довод, что он вообще не был в состоянии алкогольного опьянения. Он не был в состоянии алкогольного опьянения, он не был за рулем, и он ни от чего не отказывался. Он попал в серьезное ДТП. Владимир Владимирович, вот это три основные составляющие вашей позиции, как я вас приняла. Потому что именно по 12.26 нам нужен как раз факт управления, факт состояния нахождения алкогольного опьянения, и третий – это факт отказа от прохождения. Все, больше ничего, что вы спрашиваете про давление, недавление, оно сюда не относится к конкриминированному правонарушению, понимаете? Жанна суд, я считаю, что это не так. Кассационный суд, Верховный суд неоднократно обращал внимание, что зачитать права – это еще не значит, что у человека есть реальная возможность ими воспользоваться. Ну, в частности, пригласить защитника. Потому что вы по видео увидите, телефон не работает, ни слова мата нет, все вот это видео описано, все абсолютно, все фрагменты. Владимир Владимирович, вот еще раз давайте. Я думаю, что вопросы свидетелей заданы все. То есть, этот свидетель, то, что должен был ответить на вопросы по вашей позиции, он ответил на все вопросы. Я считаю, что он не ответил на вопросы, которые имеют существенное значение. Хорошо, он не ответил на это. Потому что, смотрите, уважаемый суд, я хочу просто обратить на определенные моменты. Вот есть видеозапись, она должна по времени совпадать с датами и временем протоколе. Правильно? Ну, это логично. Я специально обратил внимание, на видеозаписи он произносит время. У него на левой руке часы. Я посмотрел, то время, которое идет в уголку регистратора, разница в 6 минут. Да, можно сделать погрязь на 6 минут. Но разница в видеозаписи и протокола составленного, вот этого мета-свидетельственного, они очень сильно разнятся. Вы можете объяснить по этому поводу? Ну, я не знаю, про какой видеорегистратор идет речь. У меня не было видеорегистратора. У меня дозволик, прибор, аудио-видео фиксации. Я не имею возможности устанавливать на нем ни дату, ни время. Она установлена, предустановлена изначально, когда я получаю ее. Я поэтому не говорю, что... Я фиксировал время, исходя из своих наручных часов фактически. То есть, поэтому может... Может разниться, да, абсолютно. Я обращаю на это внимание, что когда человек говорит на видеозапись конкретное время, то есть по своим часам, я сравниваю это время с тем временем, которое показывает видеорегистратор. Естественно, оно не совпадает. Разница 6 минут. Вот прямо 6 минут. Так вот, если мы смотрим, когда заканчивается видеозапись видеорегистратора, и когда составляется протокол об отказе, он далеко за. Так. То есть, предполагается, что должен быть еще кусочек видеорегистратора. Я поняла, что вы говорите о том, что сделана нарезка, непонятно что. Но посвидетель-то ответил на этот вопрос о том, что время было выставлено, он смотрел на свои часы. А уже оценку вот этим моментом, на которые вы так остро обращаете внимание, будет давать суд при исследовании всех доказательств по делу. Я обращаю на это внимание. И он признавать, есть ли процедура нарушена или не нарушена процедура. Никто пока еще об этом не говорит. Вы обратили на это внимание? Свидетель ответил на вопрос. Хорошо. Скажите, пожалуйста, через сколько времени, с момента, как вы составили протокол об направлении на медицинское свидетельствование, вы начали составлять административный материал? По 12-26. Это является административным материалом. И протокол отстранения, и ад, и ад, и протокол направления, и административный протокол. Это все называется административными материалами. Можно по подробнее. И, наверное, протокол об административном правонарушении вы имеете? Да. По подробнее, как появился. Что вот это? Ну, протокол об административном правонарушении. Вот, допустим, вы составили самый последний протокол в направлении на медицинское свидетельство. Самый последний протокол был об административном правонарушении. Да, вот я про него и спрашиваю. Вот вы составили, значит, в 12-54 протокол о направлении на медицинское свидетельство на состоянии опьянения, и в 13-35 составляете уже протокол об административном правонарушении. Вот только что вы сказали, что это делается как одна единая процедура. Ну, а разница получается у нас, сейчас скажу, так, 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 ну, 40 минут. Что имеется разница во времени? Спрашивает, почему такой разнос во времени, расход, почему не следующая минута в составлении протокола? Правильно я понимаю? Ну, да, да, ну, раз вы сказали, что это единая процедура. Ну, меня не ограничивает никто во временных рамках составление административного протокола, я могу его и через час составить. То есть, как это не регламентировано? Не регламентировано. То есть, факт отказа зафиксирован, а, соответственно, я могу и через час административный протокол составить, и через два, то есть, это не регламентируется время. Хорошо, я ваш ответ на вопрос услышала. Так, все-таки, это одна единая процедура, либо это отдельная процедура? Потому что вы говорите, что через час вы можете завтра составить протокол. Завтра не могу. Я могу завтра. Но вы сказали, что ничем не регламентировано. Я поэтому вас спрашиваю. Вот протокол направления медицинского свидетельствования вы составили в 12.55. У меня возникает вопрос, почему вы протокол об инициативном правонарушении начали составлять в этот день. Вы могли его составлять на следующий день. Я понимаю, защитник хочет сослаться на нарушения процессуальные в данном случае. Ну срочности нету, понимаете. Защитника нужно пригласить было, как минимум. Ну то есть процедура должна быть, права должны быть разъяснены, ходатайство, объяснение и тому подобное. Это целая процедура. Протокол составлен, здесь имеется... Я возбудил дело, да, он в одну статью. Да, дальше она передана в суд. Да, все верно. Я хочу обратить внимание на процедуры. Протокол об инициативном правонарушении составляется по возможности незамедлительно. Поэтому говорить о том, что нету... Вы сами только что ответили на свой вопрос. По возможности незамедлительно. Хорошо прошло какое-то время, оно чем-то регламентировано? Кулаку регламентирован. Его составление может быть отложено двое суток. Вы же только что сказали незамедлительно. Вы сами про это и сказали. Здесь сколько-то минут прошло. Так в чем тогда процессуальные нарушения? И замедлительно он был составом. Я говорю о том, что это отдельная процедура. Понимаете? Протокол направления на медицинское свидетельство на основании обвинения – это одна процедура. А составление уже материала, административного протокола – это другая процедура. Это не одно и то же. В чем решение? Временного разрыва? В том, что у моего доверителя не было ни физической, ни технической, ни практической, никакой возможности воспользоваться своими правами. Человека, даже когда задерживают, ему дают возможность позвонить, родственников предупредить, тому угодно. Жена о том, где он находится, узнала только через меня, через несколько суток, что он, оказывается, в ВВС находится. Так он же в Манчегорске живет. В смысле, в чем здесь в Манчегорске живет? В Манчегорске жена узнала. Ну, гражданская жена, в Мурманске они живут. А, в Мурманске живут все-таки. Да, в Мурманске живут. Или в Манчегорске. Ну, может быть, в Манчегорске. Я не слежу за его жизнью. А как вы с ним встречаетесь? Вы же в Мурманске живут. Я с ним общаюсь дистанционно, по телефону, но, слава богу, средства связи позволяют это делать. Нет, я знаю, что он и в Мурманске живет, я знаю, что он и в Манчегорске живет. Я знаю, что он сейчас за пределами города Мурманска находится. Ну, где конкретно, я не могу сказать. Он передо мной не отчитывается. Он полностью доверил вам свою защиту. Вот вы сейчас меня немножко сбили. К чему я это все говорил? Ну, вы сказали, что процедура нарушена. Давайте дальше тогда. Про процедуру нам пояснил свидетель, что никаких нарушений нет. Протокол был составлен в этот же день. Я пытаюсь донести до суда. До суда мы сейчас про свидетеля говорим, а не до суда. До суда вы будете доносить свои возражения. Давайте конкретные вопросы к свидетелю. Хорошо, скажите, пожалуйста, каким способом вы обеспечили возможность моему подзащитному воспользоваться его правами? Подавать ходатайство, объяснения, пригласить защитника. Вот воспользоваться своими правами. Как вы это обеспечили? Предоставил время. Ну, как? Ну, объясните. Ну, вот он в камере находится, за ручниках, без сознания. Как он может воспользоваться? Без сознания. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот он находится, у него нет ни ручки, ни листочка, ни телефона, нет ничего. Как человек может воспользоваться своим правом на защитника? Своим правом давать объяснения, ходатайство. Права разъясняли ему присутствующие? Конечно, конечно. У него ничего не изымали. Либо какие-либо ходатайства он заявлял? Нет. У него ничего не изымали, ходатайства он не заявлял. Ну, я не знаю, или же ходатайство, да, оботводим. Ну, вот то, что, да. Ходатайство было защитники, он не заявлял, не просил. Почему? Ну, я не слышал, по крайней мере. Вы слышали, понимаете, вы не слышали. Вам то, что нужно слышать, вы слышите. То, что не нужно, вы не слышите. Ну, то есть вы оспариваете сам протокол, да? Я оспариваю саму процедуру, потому что были грубо нарушены права моего подзащитного. То, что ему зачитали под тот стон и плач его права, это не означает, что эти права ему были разъяснены. Я прошу на это обратить внимание, потому что после того, как у человека разъяснили права, у него как минимум спрашиваются, вам права понятны. Вот вы в судебном заседании у меня спрашивали, я сказал, что у меня есть вопросы. И мы доразъяснили права, понимаете? Вы должны получить обратную связь от человека, которому разъясняете права. Давайте так, еще раз к вопросу. То есть вы полагаете, что были процессуальные нарушения? Свидетель, вы полагаете, были процессуальные нарушения? Вы полагаете, что нет. Все, вопрос исчерпан. Считаете, вы считаете, что были процессуальные нарушения? Не разъяснили права, только что все это подробно сказали. Свидетель полагает, что нет. Уважаемый суд, здесь вопрос не кто что считает, а чем это подтверждается? Вы пытаетесь что-то вытянуть из свидетеля, вы что хотите пояснить? Я хочу обратить внимание на то, что объективными доказательствами, а именно видеозаписью, зафиксировано, что ему не были разъяснены права. Понимаете? Даже зачитать права, это разные вещи. Вы полагаете, что были нарушения процессуального характера, в том числе при правах. Про права, то, что вы говорите, и про видео. Но вот свидетель полагает, что не было, он ответил на ваш вопрос. Да он заинтересованное лицо, на него могут возбудить уголовное дело. Но проверка проводилась, это заинтересованное лицо. Его показаниям нужно относиться критически, понимаете? Тем более он дает показания, которые не бьются с видео. Владимир Владимирович, так это ваше право. Конечно, вы будете говорить о том, что полагаете, что следует относиться критически, потому что свидетель не ответил на какой-то вопрос, подтверждено в видео. Но свидетель имеет право отвечать или не отвечать на вопрос. Выдавливать из него эти показания никто не будет. Он считает, что не было процессуальных нарушений. Это его позиция по делу. Говорить о том, что его будут привлекать за что-то, пожалуйста, обжалуйте его действия только не в рамках данного дела. Он ответил на вопрос. Вы задали, он ответил. Вы считаете, что были процессуальные нарушения? Он нет. А уже оценку будет давать суд. Он считает, что мой доверитель ругался матом, хотя этого нет. Это не относится не как 12.26. Владимир Владимирович, ну давайте ценить время всех. Нет, он своими вот этими действиями, показаниями хочет донести до суда точку зрения о том, что он имел... Или нет, это какую-то отрицательную характеристику или что? Не отрицательную характеристику, то, что человек был в сознании, понимаете? Я поняла уже это, что свидетель говорит о том, что он был в сознании, а вы говорите, что он был без сознания. Потому что они же именно вот этими действиями пытались его вывести на видеокамеру, понимаете? У нас не только свидетельские показания будут оценены. Вы в том числе и запрашивали медицинские документы, есть пояснения каких-то других лиц. Почему упираться-то только на одном показании этого свидетеля? Он все что знал, пояснил. И зачем раньше времени отпускать, как я сказал? А вы как определяете, сколько надо допрашивать? Может быть у меня возник какой-нибудь вопрос потом, на который я делал ответ. Значит вы имеете дополнительные? Хорошо, если так, то... Пока у нас есть видеозапись, но у человека тоже рабочее время. Уже время полпятого, мы сидим с двух часов. Хорошо, я считаю тогда, в принципе, основные вопросы были заданы. Основное доказательство это видеозаписи, потому что неспроста в КОАПе предусмотрены либо понятые, либо видеозаписи. Все остальное это субъективно. Ваша такая оценка, что вы матом ругались, не знаю, что у вас там говорили. Ну давайте опять же свое отношение к свидетелю, да, все спасибо, вы можете без зала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!